Мы все христиане, прежде всего. Более того, мы христиане апостольские, мы христиане, имеющие все-таки древнюю православную веру. Поэтому я повторяю главный принцип, как сказал мне Всесвеликий, повторял и говорил изначально блаженный Августин, что единство в главном, свобода в второстепенном, а во всем любовь. Вот мы должны придержаться этому принципу. Если мы говорим, мы объединяемся, или мы вместе, я говорю, не должны мы отказаться от своих богословских взглядов. Мы можем оставаться, все-таки богословские взгляды, это не те взгляды, что нас вот прямо так делили. Тут не стоит вопрос, что кто-то Христа не считает, Богом кто-то считает, то есть глобальные какие-то вопросы. Во всех этих вопросах мы едины. Это такие тонкие христологические вопросы, о которых только сам Господь Бог знает. И во время суда узнаем, кто прав, кто виноват. Оставим это вот на суду Господу Богу. А из-за этого друг друга проклинать, за друг друга не молиться, я не знаю, это абсурдно, это не по-христианству. Это чистое фарисество. Вот я говорю, поэтому Христа ненавидели фарисеев. Почему? Потому что сказали, что в субботу никого не лечить, значит не лечить. Все. Самаряне еретики, самаритянами не кушать, не общаться. Поэтому Христа тоже назвали самаритянином, то есть еретиком. А Христос пошел и лечил, и общался, и кушал. То есть нарушил закон. Поэтому и взяли, и убили. Получается, то же самое и так сейчас творится. То есть еретико проникло в христианство. По крайней мере, попитается. Я говорю, счастью не все такие, счастью. И таких людей становится все больше и больше, которые готовы идти навстречу. С нашей стороны проблемы я не вижу. Мы всегда готовы. Поэтому мы и молимся, и причащаем русских. Приходят вот прихожаны, вот завтра придут. Каждую неделю несколько русских людей приходит к нам в храм из русской церкви. Я же вижу, они крестятся справа на левую. Никому мы не отказываем при части. Или пишут записки. Тоже не отказываем. Потому что все христиане должны молиться. Не то, что там для, как бы, вид христианов молиться с алтаря, а не вид христианов молиться ниже. Они так сказали только что. Вот, в Аштанской ЛАИ. Типа, есть разница между молитвами. У нас нету вид там места. Мы для всех молимся одинаково. Иногда просто приходит кто-то именем Мухаммеда, и мы понимаем, что мусульмане. Это другое дело. Потому что церковь все-таки молится на алтаре только для христиан. Для Мухаммеда тоже можем молиться, но не на алтаре, понимаете? Потому что церковь – это семья христиан. Вот. Но я говорю, христиане должны молиться за друг друга. И в этом ничего страшного нету, если вдруг русские армяне нажмут за друг друга молиться. Что в этом плохого? И слава богу, молятся некоторые люди. Нет, я говорю, что не все. И слава богу, что не все такие. Есть очень много русских священников, которые, это понимая, понимая, закрывают глаза. Просто им достается. А как этот вопрос разрешается между армянской официальной армяниной представителями?